Давайте насладимся неистовым скиллом высшей лиги. То есть мы посмотрели неистовый скилл средней лиги. Теперь время насладиться скиллом вышки. Без вопросов. Радует, что Кащей понимает, что бить дерево не стоит. Все-таки у него нет клавсы головного мозга. И нету каких-нибудь там блоджерных мумий. Для того, чтобы играть как конченый даун. Кащей играет как молодец. Аситар на своем стриме смотрит на задницу козлов. Вот до чего доводит проф... Как это правильнее сказать? Профдеформация. Колян. Мне кажется, что, конечно, быть как комбинатор просто невозможно. Тут три куба. Но кубы не нашлись. Я бы, конечно, получше бы спрятал бы так листа. Зная непруху, то он всегда может. Знаменитый скинг с тремя ниглами. Ну вот так вот. Кащей размышляет. Кащей чувствует опасность. Не, ну, Джага потом возьмется, Колян. ПО не бесполезное. ПО работает. Прекрасная работа от Краксигора. Он уже который матч просто показывает, как надо играть. У непрухи только из индусментов девочка Бладвайзер. Ну, вот так вот. Непруха рвется к власти. Начинает отрезать Завру. Хотя, на мой взгляд, отрезать, типа, скинка тяжеловато. А еще кажется, что Кащей не посчитал клетки. Ну, точнее, посчитал, но сделал это как-то странно. Прекрасная работа Кащея. Кащей на первый ход дал два куба, а Непруха кинул один-один. Ну, я понимаю, понимаю. Я не осуждаю. Я тоже так умею. Я тоже так пару раз делал. Это он обманул, ребята. Это заманивание. Это заманивание. Жаловаться не на что. Просто как бы, ну, Непруха, вот видите, вот сам подставил, подставил. Это просто грандмастерская игра Кащея. Кому-то может показаться, что это детская позиционная ошибка, но мы-то с вами понимаем, что это скилл. Непруха, просто вот, просто как бы... Вот примерно так это и было, ребята, да. Просто пойман за руку, как дешевка. Мне понравилось. Вот сразу видно, что Кащей как бы не растерял ни капли скилла и... Собственно говоря, дайсит лакерков в рубли. И кидает шестерки в дерево в 1д. Странно, что ни смерти, ни пробой. Странно, кстати, что Вардан сер не умер. Ну, вот так вот. Привет, Анус. Не, ну дать 2 куба... Просто, понимаете, с учетом того, что я напомню, что этого скинка 3 неглы. То есть вероятность подыхания этого игрока была, ну, довольно высокой. Есть такое подозрение. Ну, Ситар, в дополнительное время у меня на поле было 5 игроков, и я вылетел. Как ты думаешь? Твои предположения. Насколько это неплохо по шкале неплохости? Вылет и доигрывание матча в 4 или там в 3 игрока или в 5, не помню. Короче, Нурсов было в 2 раза больше. Их броски на травмы были что-то в районе 90%. Хороший матч, короче. Мне понравилось. Ощутил, я бы сказал. Звучит средне, да. Смешная шутка, Ситар. Примерно как твой матч с Ротуре прям. Ну, то есть я мог игру выиграть 3 раза, но я 3 раза не нашел кубы в мяч. Ну, так нормально бывает. Че поделать. Я это заслужил. В любом случае, там были перманентки на двух гулях и еще что-то такое суперговеное. Так что, в общем, похер. Хорошо, что такл далековато. Кощей может кататься лицом по клавиатуре и вряд ли его за это накажут. Это, конечно, не абсолютная клетка Ред Гринлока. Да и у края поля такое делать не очень весело. Мне просто понравилось, как Кощей перед матчем спрашивал, как ему обыграть Непруху. Оказалось, что Кощей нашел ответ на этот вопрос. Может быть, не самый стандартный. Это, конечно, супер жадно-животная игра. То есть, я понимаю лейтмотив этой игры. Я понимаю лейтмотив этой игры. Но это как-то прям... Прям как-то очень жадно. Быть непредсказуемо дать два куба в мяч, да. На первый ход. Ну и, естественно, на пробой было кинуто 1-2. Но, как сказали бы всякие ребята, спасибо, что не 1-1 и не 2-2. Надо благодарить игру. Но, правда, Непруха хорошо кидает Даджи. Тут не поспорить. Даджи истинного вуда. С другой стороны, я, конечно, не вижу особых аутов для Непрухи, кроме Ван Терна. Но Ван Терн будет тяжело. Меня пока больше всего удивляет, что в этой ситуации не было рерола. Это прямо даже странно. Валентин смог занести несколько игроков в могилу или что? Или он как-то что-то еще смог занести? Да, не рерол. Вот я, пупа, меня понял. Пупок самый прошаренный в чатике. Не рерол удара в кетчера, это, конечно, грешновато. Никакой пощадки. Но по факту-то у Кащея только 2 игрока, которые прям сильно влияют на матч. Это безумный такл и такл-убиватор. Ну, я понимаю идею... Я понимаю идею Непрухи, но при этом все осталось ВКонтакте. И мне не очень понравилось то, что все осталось ВКонтакте. То есть, вообще-то сейчас будет наказание. Ну, теоретически. Обычно такое наказывается. Благо, здесь очень простое наказание подкатера. Ну, или такл. Такл лучше, наверное. А я бы, наверное, такл выбивал, потому что с таклом можно не бояться клетки. И как бы... Ну, ладно. Получилось хорошо. Пока все выглядит, как суперконечная остановка для Непрухи. То есть, конечно, еще есть чем играть. Но вантернить будет тяжело. Дев уже как бы проигран. Это понятно. Ну, ладно. Проиграть дев можно, когда ты не кинешь... Когда ты не кинешь вантерн. Вот так вот. У Кащея взятка есть или... Он просто решил... Пофалить Тровера, который ни на что не влияет? Мне просто казалось, что типа известно, что Непруха берет Троверов чисто подыхать. Это мета такая. Ну, ладно. Ну, вообще, Брайт, там было очевидно, что Непруха будет фалить Завра. Так что... Вот ты говоришь, ой, там гениальная игра. Если бы ты знал, сколько раз это проскакивало, Брайт. Если что, когда я в первый раз залетел андедами в вышку, меня Непруха в салат перебашил, убил мне пятисилового Вайта Безрегина и вообще поводил фалами и пробоями по губам. Так что... Это кажется гениальной игрой, пока в тебя это не залетело. А потом в тебя это залетает, а ты понимаешь, что... Вообще-то иногда это может работать. Так что... В общем... Борис, ты не прав. Рерольчик. Хорошо получилось прям. Дерево было одиноко. А еще Непруха двухкратный чемпион. Ну, Брайт, собственно говоря... В общем, тоже, если мне не изменяет память. Ну так, чисто между делом. Рассказываю по секрету. Ну, надо определенно пойти на форум и записать диск на Непруху от Брайта, чтобы наша корпоративная культура немножко как бы это... Стало интереснее, короче. Вот что я думаю. Я к тому, что видео работает. Работает. Он не вылетал из вышки уже 13 сезонов. Ну вот, на 14-й вылетит. Зачем брать вудов и играть так? Фалил бы дидами, как в первом ББ. Но, слушай, Клейман, есть все-таки маленькая разница в том, что... Конкретно в этой ситуации, типа... Как бы и так уже видно, что позиция проиграна. Делать особо нечего. И... Как бы если выбить вот этого Завра, а его пытались выбить, то Заврам в дефе будет играть, ну, посложнее. Очевидно, посложнее. Так что, ну, не знаю. Я не думаю, что в этой ситуации Непруха как-то люто злоупотреблял в фаламе. Так может показаться, но вот практика просмотра многих игр Непрухи говорит о том, что вообще-то это работает. Но, Брайт, могу тебе сказать, как я слышал, это не точная информация, но мне говорили, что если Непруха вылетит из вышки, а он вылетит, я практически в этом не сомневаюсь, то он пойдет в Сало. А если он пойдет в Сало, ну, я бы сказал бы, с вероятностью процентов 80, он в Сало, конечно, пойдет на Андедах. Ну, правда, есть еще крысы и... Ну, наверное, все. Крысы и Андеды. Я думаю, все-таки деды. Потому что они воевали. Вот так вот. Ну, и еще раз, Брайт, это очень неплохо работало. То есть, я тебе серьезно говорю, я ни один, ни два, и ни три матча видел, как у Непрухи это срабатывало. Я понимаю твой скептицизм, но, как бы... Это норм стратегия. Ну, не знаю, Ситар. Можно, конечно, представить еще вариант, при котором Непруха останется в вышке, но там надо четыре игры подряд выиграть. Вот так вот. Это, конечно, реально, но непросто. Но даже с четырьмя подряд выигранными играми, в общем... Ну, мне просто не кажется, что Непруха перегибает с фолами. Я видел ни один, ни два раза, как это работает. Вантерна не будет, к сожалению. Не захотели. Не заслужили вантерна. Ну, так вот. Попытка выбить скинка. А, слушайте, а скинк-то выбился. Еще качнули дансера. Я же правильно понимаю, что качнули? Да. А, слушайте, наконец-то у Непрухи вот два дансера будут с навыками. Это... Я что-то не помню, когда это было в последний раз. Давно был. Давно. В общем, не знаю. Я уже давно понял, что некоторые вещи необъяснимы. То есть, например, вот я смотрел на игры Тринда на Заврах, и мне они не нравились. Но потом на практике выяснилось, что это как-то работает. Вот есть вещи, которые как-то работают. Вот ты смотришь, и... Блин, почему-то это катит. Выпал, конечно, хороший ивент Кащею. Практически лучший. Ну, видимо, потому что Брайтон решил, что мяч уже тяжело будет выцарапать. Тачбэк это приятно, но не критично. Опа! Вот это, конечно, дерзко. Вот это, конечно, дерзко. Прямо супер дерзко. Но я понимаю, что патологического страха 3+, нету. 3+, это миф. Ну, конкретно в этой ситуации очень похоже на то, что мяч ты себя... Опа! Джинни! Блин! Спасли. Ладно. Спасли Джинни на МНГ? На МНГ. Я уж боялся, что Джинни получил почти ту же... Ну, мяч себя должен защитить, я думаю. Когда это брейк-такл и 2-2-плюса срабатывали? Абсолютно никогда. Вообще, там даже 3 куба можно дать, кстати. Ну, я так чисто... Чисто для сведения говорю, там можно дать 3 куба. Даст ли Кощей, не знаю. Вот. Но можно. Говорят, 3 куба, это неплохо. Это надо кинуть 3 до Джа 2-плюс. Наверное, оно того не стоит. Так. Так. Ну, непруха чисто на опыте, конечно, развел ребенка. Вот. Трехнеглованный перец сказал нет. Нет, нет. Я не пробьюсь. Я никому не дамся. Ойся ты, ойся. Ты меня не бойся. И так далее. Непруха мужественно идет играть на победку. Но это довольно объяснимо. Есть одна маленькая вещь, которая, по идее, по идее, очень неплохо увеличивает шансы Непрухи. Остался один скинг, и у него 3 неглы. Но, к несчастью для... Так. Ну, мячик залетел... Ой, камень залетел не очень удачно. Ну, вот. Я, к сожалению, конечно, совершил роковую ошибку, ребята. Я вообще, в принципе, за счет стримов популяризировал скрытую школу Демиурга. Вот так вот. То есть, вот... Геомет недавно понял, что такое школа Демиурга. Правда, не в полной мере. Он узнал только сторону фолов в школе Демиурга. Понимаете? Да? Вот. Но в школе Демиурга есть и другие вещи. То есть, вот, например, в свое время кто-то из старожил рубла сказал фразу, что 4 плюс это надежный план. Вот. А по школе Демиурга есть другой надежный план. Что, как бы, если чё, если чё, 5 плюс это нормально. То есть, не надо стесняться 5 плюсов. Вот так вот. 5 плюс это некая стратагема, которая никогда не предает. И против неё особо-то, в общем, и не попрёшь. Непруха вокруг трёх неглованного парня есть какая-то аура. Аура под названием «Рядом со мной ты кидаешь 1-1 на ГФИ». Вот так вот. Мне нравится, как Кощей уже два раза в матче дал кубы в мяч. Там, где их было очень тяжело дать. Ну, слушай, Кощей, смартфоны типа Эпеловского начали выходить ещё и до Стива Джобса. Но все ж думают, что это Стив Джобс придумал. Do you understand me? В общем, твой пояс славы ушёл. Надо было раньше. Так. Так. Очень надёжное прикрытие мяча. Очень надёжное. Очевидно, что нет ни одного шанса у Непрухи выбить его. Так. Абсолютная клетка арткости. Я бы просто называл её клетка арткости. Ну, вот так вот. Мне нравится так, коротко и ясно. Клетка арткости. Реролл. Ну, а в очередной раз клетка арткости сыграла. Вот так вот. Даже лучше, чем у человека, который её придумал, ребята, понимаете? Даже лучше, чем у того человека, который её придумал. Не, ну, конечно, стоит сказать, что в некоторой степени, в некоторой степени плана лучше у Кощея в принципе не было. Это очень красиво было сыграно, прям. Ну, вот, единственный момент. Я, я, конечно, ничего не говорю, но есть лёгкое мнение, я, я ничего не говорю. Можно было сначала куда-то спрятать скинка, потому что, если была бы ошибка на ГФИ, но так вот, то есть, ты с первого раза не повалил, потом кидается ГФИ ведь, да? Вот. Могли возникнуть проблемы, но, окей, окей, я понимаю, что, а могли и не возникнуть, как говорится. Клетка Арткости не играет только у Арткости, но это как сила шведов летает только в шведы за редким исключением. Ну, честно говоря, казалось бы, в этой ситуации у Непрухи всё плохо. Ну, там дерево, ну, там пачка лонеров, которые говна пирога ничего сделать не могут. То есть, ну, не то, чтобы это прямо конечное для для завров, но, в общем, ой, для вудов, но непонятно, что делать. Всё совсем плохо по ощущениям. Ну, Брайт, на мой взгляд, сейчас были простое выбивание мяча в 4 куба, так что с таким же успехом это могло произойти и в первом тайме. В первом тайме Непрухи же нашёл 2 куба в мяч, ну, почти нашёл. Он кинул 1-1 на ГФИ, так что, как бы, там всё могло закончиться на первый ход. Кощей на первый ход дал 2 куба в мяч, и это было несложно. Так что, как бы, извините. Ну, вообще, конечно, глядя на этот тринадцатый ход, создаётся ощущение, что эту игру, в принципе, ну, невозможно отдать. Ну, то есть, возможно, наверное, как-то, но очень тяжело. Вот у вас есть ощущение, что у Непруха зацепится? Нет, ну, мы, конечно, посмотрели уже игру этого, как называют, товарищи-то. Мы уже посмотрели игру Терлим-бом-бом, Терлим-бом-бом. Комбинатор, и мы понимаем, что всё, что угодно может произойти. Единственное, что, конечно, Непруха, он не комбинатор. О, в смысле, не Бокр. Ну, и не комбинатор, наверное, не знаю. В принципе, здесь можно встать так, что у Непрухи будет максимум 1D при 3 плюс прыжке. А можно выбить, да, можно просто за таклом. Опа. А может, стоило рерол сделать? Ну, есть такое лёгкое подозрение, что можно было сделать рерол. Ну, ладно. Эммм. Ну, вообще-то это два куба... Нет, ладно, ну, 1D в мяч. Ну, так. Ну, ладно, ладно, ладно. Это сложный 1D в мяч, конечно. Я себя правильно понимаю. так. Так. Хуя! Да, и шестёрка залетает. Неплохо. и трёх неглованный скинг, в общем, ну, ладно. Три неглы как-то... Они сыграли на травму, а не на колокол, окей. Ну, это называется опыт, ребят. Это называется опыт. И здесь-то мы можем задуматься, вот как же классно сыграл Непруха, как же Непруха дожал и довёл игрока на гол. Осталось два хода, как бы Непруха сел плотно на мяч. То есть, ну, очевидно, что сейчас Завры на краю поля не поднимут и изейшая катка для Непрухи. Да, пацаны? Ну, это хороший мув от Кащея, кстати. Это хорошо сыграно. Пятёрочка получила. Но разве Бладбол может быть настолько несправедлив, Клейман? Неужели ты можешь подумать в том, что Бладбол, опа, 1-1. Ну, теперь-то и как бы потрачена попытка подбора мяча из-за 1-1. То есть, понимаете, сейчас-то мячик совсем тяжело поднять. То есть, как бы, выпало 1-1. У тебя будет только две попытки на подбор мяча. Вот так вот всё плохо получилось, пацаны. Непруха ищет скатер на мяч, кидает единичку. И, к сожалению, мы уже понимаем, что Непруха не смог выиграть. Но он же, конечно, забрал ничью. Он всё сделал правильно. Выцепил скинков, подавил сколько мог. И до 16-го хода претендовал на гол. Кащей тоже это понимает, поэтому, как бы, вместо того, чтобы, например, там, что-то поделать, решает побить в 3 куба. Вот так вот. Решает сделать ещё блиц. Ну, типа, давайте просто срубим опыт на ударе. Вдруг залетит в кабину, как бы. Не залетело. Ну и ладно. Ну, ну и ничья, и ничья. Вот видите, не подобрали. Ой, подобрали. Ой, у Непрухи одно очко после 5 игр. Кто бы мог подумать. Вот так вот. Надёжно, ребята, надёжно. Опыт упал Краксу, который весь матч отработал, как швейцарские часы. Ну, а так вот, видите, Непруха даже перебашил-то, а? Перебашил. Никогда такого не было? Никогда. Молодец, Непруха, я считаю. Подбор 75%, как заказывали, в принципе. Как заказывали. Ну, Непрухи спринты 70. Ну, даджи, правда, были хорошие. Ну, ладно, весёлый матч. Весёлый матч. Это скилл, ребята. Это. Когда.